Бой начинается. На классических позициях в городе играть от ромба и обмениваться выстрелами не получится. Во-первых, вас постоянно будут пробивать через каток, а во-вторых, обмениваться выстрелами с одноклассниками не лучший вариант. Например, тот же Е100 стрельнет по вам 600 урона, а вы в ответ 350. Тут ваша быстрая перезарядка не поможет. Но благодаря турбофорсаже и установке оборудования первоклассное снаряжение, вы будете наравне со средними танками, занимать ключевые позиции и продавливать линию игра от башни, брони и хорошему ДПМу. Здесь у нас карта рудники. Ни для кого не секрет, что маяк и гора это ключевые позиции для подавления противника и в заключении победы. Мы упустили сразу две позиции и враг уже рассредоточился по всей карте. Я максимально агрессивно играю от центра, потому как характеристики Е5 это лучший вариант для этого места. Я кидаю шоты по КД и ни в коем случае не отступаю назад, пока это возможно, потому как если противник увидит мою слабость и страх, начнет давить. Игра от башни это удел Е5. Она очень крепкая и с шикарными углами склонения. Если вы хотите много наносить урона, вы должны думать только об одном. Стрелять, как только орудие к этому готово. Уверяю вас, это нелегко. Поэтому Е5 никогда не посоветую новичку. Да, он имбай, бесспорно, но только в очень опытных руках. Счет уже 0-3, поражение неминуемое, я это понимаю. Поэтому снова использую турбо форсаж, чтобы уехать в более безопасное место, чтобы хотя бы немного еще нанести урона. Это он может. И поэтому я его сравниваю даже с ИС-7, который многие не любят. Но суть в том, что Е5 и ИС-7 это те тяжелые танки, которые выполняют абсолютно все мои желания в бою. Если мне нужно танковать, я буду это делать. Если мне нужно быстро занять ключевую позицию для агрессивной атаки, не вопрос. Помочь средним танкам? Да легко. Нет причин не уважать Е5. Если у вас на нем не получается играть, вы просто к нему еще не приспособлены. Я посмотрел YouTube, и многие говорят, что это танк поддержки. Друзья, танк поддержки это АМХ-50Б, а Т110Е5 это танк для агрессивной атаки. В начале боя посмотрите, где вы будете доминантом, туда и едьте. Вы быстрее продавите выбранное вами направление и поможете зайти в тыл на застоявшуюся линию. На нем легко наносить много урона. Он точный, быстрое КД, хорошее пробитие. Но для этого нужно искать места, где вы будете это делать по готовности. Именно поэтому я считаю Т110Е5 танком для подавления линии средних танков. Это была рубрика «Танки на заказ». Пишите в комментариях, кого вы хотите увидеть в следующем ролике, и тот, кто наберет больше голосов, будет в следующем выпуске. Продолжение следует...